Коллеги, всем здравствуйте, всем подключившимся. Мы рады приветствовать вас на вебинаре. Тема сегодняшнего вебинара – функционал работы системы цифровой маркировки Максилот ВМС-Х5. Ведущими сегодняшнего вебинара являются Антон Дегтярев, руководитель проекта ВМС. Добрый день. И я, Аюбова Лиля, менеджер по работе с клиентами. Коллеги, немного пройдемся по плану вебинара. Расскажу буквально в 5-10 минутах о компании Максилот. Кто-то о ней услышит впервые, кто-то нет. Далее передам слово Антону. Он расскажет концептуально об общих принципах цифровой маркировки, логике и особенностях кизов. Ну и работает с ними в рамках МС-Х5. И, безусловно, расскажет о примерах. Далее мы перейдем к вкладке «Вопросы». Вы можете их писать как параллельно, так и в конце. Но по желанию, наверное, Антона мы будем разбирать либо в конце, либо сразу. Расскажу немного о компании Аксилот, об ключевых фактах. Компания Аксилот на рынке с 1998 года. Мы развиваемся в сфере складской и транспортной логистики. Безусловно, также предоставляем услуги логистического консалтинга. Расположились мы в двух офисах в Москве и Кирове. Более 200 человек работают у нас в штате. Работаем мы по системе менеджмента качества ISO 9001. Стараемся мы все свои проекты реализовывать, так сказать, под ключ. И предоставлять полный спектр услуг. Это, безусловно, предпроектный аудит, либо полномасштабный логистический консалтинг. Также, безусловно, мы разрабатываем, внедряем систему, как транспортной, так и складской логистики. Поставляем все необходимое специализированное оборудование под ключ. И оказываем постпроектное сопровождение в режиме 24 на 7. Безусловно, в этом нам помогают наши партнеры. Это 1С. С ними мы работаем с 1998 года. Поставщики основного программного оборудования. Практически все наши программные продукты разработаны на платформе 1С. Gradum и Datorion входят в группу компании Axelot. Gradum занимаются автоматизацией и внедрением систем класса ERP. Datorion – это интеграционные решения. В том числе шина данных сервисная ESB и MQ, которую мы действительно часто используем на своих проектах. Безусловно, хотелось бы сказать о нашем стратегическом партнере и производителе специализированного оборудования для наших проектов. В том числе и для транспортной логистики мы используем практически в 90% наших проектов данное оборудование. И, безусловно, с каждым проектом подтверждается их надежность и высокое качество. Xtreme – это оборудование для обеспечения бесшовной Wi-Fi сети. CityGit используется на наших проектах. Это картографический сервис. Наш любимый слайд. Наши клиенты. Скорее, этот слайд о том, что мы действительно уже имеем опыт в абсолютно разных сферах деятельности и бизнеса. Работаем как с крупными компаниями-гигантами, так и с малым и средним бизнесом. Важно отметить, что Axelot является разработчиком программных решений. С недавних пор, с сентября прошлого года, мы презентовали нашу логистическую платформу Axelot X. И наши флагманские продукты на данный момент – это Axelot MSX4 и 5-е поколение WMS-системы – также разработаны на платформе Axelot X. Далее. Обе эти системы при тесном взаимодействии с ERP, как мы понимаем, образуют единый логистический культур. И по факту становится прозрачна вся цепочка поставок. Также она становится прозрачна для принятия управленческих решений. Когда у нас образуются сквозные процессы и событийная модель взаимодействия в режиме реального времени, как раз-таки достигается тот самый синергетический эффект. И мы наблюдаем все положительные, позитивные изменения в деятельности компании. Ну, как мы понимаем, это и централизованное управление логистикой, повышается уровень сервиса, в том числе, в основном это сокращаются затраты. Безусловно, наше преимущество – это наша экспертиза. Наш отраслевой опыт с каждым проектом, он повышается. При этом более ста проектов мы реализуем в год, тем самым занимая лидирующую позицию на рынке логистических решений. Мы эту позицию не отдаем уже седьмой год подряд. Безусловно, также это говорит о нашей стабильности и финансовой устойчивости. Коллеги, на этом все. Передаю слово Антону. Так, значит, далее я в двух словах расскажу, собственно, о принципах нового тренда, так сказать, в нашем законодательстве цифровой маркировки, влияние ее на основные складские процессы, как это где-то усложняет, где-то упрощает, собственно, складские процессы, и какие требования это выдвигает к функциональности систем класса ВМС. Дальше расскажу об реализации тех или иных нюансов в нашей системе ВМС-X5, ну, собственно, и о том, как это может использоваться. Вот, сразу добавлю, что вот этот вот функционал, связанный с учетом контрольных дефекционных знаков, он развивается. То есть, собственно, наша разработка в этом направлении, она не стоит на месте, потому что пока еще, ну, далеко не по всем товарным группам есть четкие нормативные методические акты, поэтому мы это, как сказать, тоже в развитии. Значит, что касается вообще самого подхода к маркировке, как это и зачем. То есть физически маркировка представляет собой штрих-код формата Data Matrix, который нанесен на, соответственно, каждом складском объекте хранения. Структура этого штрих-кода, она, соответственно, закодирована в формате JS1-128, и в зависимости от того, с чем мы работаем, с лекарственными средствами, с одеждой, с шинами и так далее, может содержать разный набор данных. То есть, в первую очередь, этот штрих-код маркировки состоит из кода идентификации, который содержит информацию о товаре. То есть информация о товаре, она может быть закодирована либо в виде глобального идентификатора JTN, либо, соответственно, некий национальный идентификатор. Вот. И данные, которые, соответственно, включают некие дополнительные разрезы учетов. То есть первое, обязательно, это уникальный идентификатор экземпляра. То есть это не что иное, как уникальный серийный номер конкретного объекта. Там, упаковки, штуки и так далее. Вот. И в этом структурном штрих-коде могут быть закодированы дополнительные данные. То есть если мы говорим о лекарственных средствах, в первую очередь. То есть это данные по партиям, по сериям и по срокам годности. Ну и, соответственно, код проверки. Это уже некий графический код, который данных, интересных для УМС, себе не несет. Соответственно, как я уже говорил, маркировка может быть штучная, когда маркируется каждое конкретное изделие. И маркировка может быть групповая. То есть в случае с групповой маркировкой мы понимаем, что у нас есть некий штрих-код. И есть некий набор данных, которые, соответственно, урублены. Интеграция в систему передается и хранятся. То есть это вложенность кодов штучной маркировки в групповую маркировку. Соответственно, здесь еще какой нюанс. То есть чем работа с вот этими контрольно-идентификационными знаками, ну кизами, как я дальше их буду называть, она отличается от работы просто с серийными номерами. Вот этот вот код, он по сути несет в себе две функции. То есть это и фиксация вот этого уникального идентификатора для передачи в систему регулятора, вот если мы говорим о честном знаке, вот так и, собственно, идентификация этого товара как по структурному штрих-коду. То есть, по сути, отсканировав вот этот вот штрих-код, мы фиксируем необходимые данные, которые нам нужны, и разбирая этот штрих-код, мы понимаем, собственно, с чем мы работаем, с каким объектом хранения. То есть в данном случае процедура фиксации серийных номеров и процедура идентификации товара, она с точки зрения системы объединена. Значит, теперь, что касается требований к ММС, которые выдвигаются исходя из вот этих вот принципов. То есть первое и немаловажное, это, соответственно, система должна обладать поддержкой считывания и разбора вот этого штрих-кода с учетом распознавания нечитаемых символов, которые служат интервалами секций в структуре JS1-128. Значит, здесь требования, в первую очередь, они к мобильному приложению и, собственно, к той среде, на которой оно выполняется. То есть если мы говорим о радиотерминалах ZEBRA, с которыми мы работаем, то мы используем наше мобильное приложение, которое непосредственно взаимодействует с сканером штрих-кодов на устройстве и обеспечивает всю необходимую передачу. То есть мобильный клиент отправляет на сторону ВМС информацию и о типе штрих-кода. То есть мы явно понимаем, что это штрих-код формата DataMatrix, исключаем там какие-то некорректные значения. И явно передаем вот эти вот нечитаемые символы, которые служат интервалами секций. Потому что длина секции, ну, например, там с номером серии и с значением структургодности, они могут быть разные, они могут быть расположены в разном порядке. Для идентификации их, собственно, служат начальные заголовки этой секции, ну, в соответствии со структурой. Далее в МАЭС-системе должна быть поддержка разбора вот этого структуры мобильного структуры. То есть для разных товарных групп могут использоваться разные, соответственно, наборы данных. То есть где-то достаточно просто значение идентификатора товара и уникальный серийный номер объекта, где-то, как я уже говорил, кодируются дополнительные признаки. Третьим пунктом является, собственно, возможность использования контрольно-инфицированного знака для идентификации товара. То есть, собственно, как я уже говорил, сканирование этого значения, оно как регистрирует вот этот вот уникальный номер, так и идентифицирует сам товар. Далее здесь может использоваться некая дополнительная логика. То есть это валидация введенного значения, когда мы говорим, что мы не просто сканируем и фиксируем этот штык-код, мы еще проверяем его на корректность данных. То есть, например, длина значения, если это там, но речь идет о G-T, который фиксирован и так далее. Вот плюс немаловажная вещь – это контроль уникальности введенного значения. Причем контроль уникальности, с нашей точки зрения, корректен не в рамках системы вообще, а в рамках документа. То есть, если мы отгрузили какой-то объект с контрольным длинификационным знаком, то в рамках этой же отгрузки второго такого объекта быть не должно. Но если мы через какое-то время его принимаем возвратом и отгружаем снова, то по факту мы как бы дважды отгружаем один и тот же объект. То есть в таком случае процесс является корректным. С точки зрения учета, то есть в нашей ВМС используется следующий подход. То есть мы выполняем фиксацию контрольных длинификационных знаков в рамках процесса поступления и в рамках процесса отгрузки. То есть это базовая логика. В рамках процесса отгрузки это может выполняться либо при упаковке товара, то есть на стационарных рабочих местах, либо с радиотерминалом выбора данных в процессах либо отбора, либо отгрузки. Соответственно, при приемке это процесс приемки. Опционально мы можем фиксировать и передавать эти данные в рамках процесса забраковки и списания продукции. Ну то есть, соответственно, это должно инициировать некий вывод данного товара из оборота, если мы его утилизируем, либо если мы признаем его помощью. И третий момент это блокировка контрольных длинификационных знаков по запросу регулятора, либо по нашему запросу из системы корпоративной. Значит, здесь важный момент заключается в том, что остатки в разрезе контрольных длинификационных знаков не хранятся. То есть это как бы отдельная структура данных, которая не связана со сплотскими остатками, потому что, по большей части, для нас не представляет интересов при планировании сплотских операций, например, отбора и пополнения, какие конкретно экземпляры объектов мы будем перемещать. Нам главное зафиксировать их вход, нам главное зафиксировать их выход. Соответственно, с точки зрения планирования внутренних операций мы эти данные не используем. Ну, собственно, это и облегчает нагрузку на сплотскую систему, ну и в целом немножко упрощает логику. То есть это не партионный учет, это отдельный абсолютно принцип. Ну, продолжим по требованиям. Значит, соответственно, ну, как я уже говорил, блокировка. Блокировка под собой подразумевает то, что у нас есть некий набор заблокированных вот этих значений контрольных длинификационных знаков, которые мы должны отбраковать при выполнении тех или иных сплотских операций. То есть если мы сталкиваемся с таким значением при выполнении обора или упаковки товара, система, соответственно, должна выдавать некое предупреждение о том, что отгрузка данного SKU, она запрещена данным экземпляром SKU. Вот. Значит, с точки зрения следующих требований. То есть опционально может использоваться проверка контрольных длинификационных знаков при возврате продукции. Здесь идея следующая. То есть если мы работаем с неким контрагентом, и от него приходит возврат, мы можем, собственно, делать проверку, а отгружали ли мы ему конкретно тот экземпляр продукции, который, собственно, он нам вернул. Вот. Ну и, соответственно, вся вот эта вот история и движения, они хранятся в разрезе документов. Здесь тоже важный момент. В МС-система, она напрямую не обменивается системой регулятора, не передает туда эти значения. Потому что, ну, в МС-система, она, по сути, отвечает нам только за номенклатурный количественный учет, и часть данных, которые могут быть интересны для регулятора, они в МС-системе отсутствуют. Что касается ценовой политики и прочего. Значит, логика следующая, что мы передаем ценам на корпоративную систему в разрезе документов. То есть фиксируем набор контрольно-доминикационных знаков, который у нас на складе был отсканирован, в разрезе строго документа, в разрезе партии, если ведется партионный учет серии. Вот. И выгружаем это в корпоративную систему. Дальше корпоративная система заказчика уже самостоятельно обменивается с системой регулятора. Вот. И, соответственно, передает туда необходимые значения. Вот. Еще может использоваться процесс, ну, как бы, на текущий момент пока обмен не всегда, как бы, по проектам, вот этим документам происходит в режиме онлайн. Вот. И, возможно, некие временные задержки. Блокировка отгрузки, вот, то получение акцента, она, как бы, ну, на мой взгляд, еще не является обязательной. Вот. Если будет некая аналогия ГАИСа в ближайшем будущем, когда это будет стремиться к онлайн-заимодействию, то вот эта маркировка, до получения акцента, она может быть актуальна. Значит, наверное, вот это вот основные требования, которые подъявляются к системе класса ОМС на этапе работы с вот этим проектом маркировки. Могут быть еще функциональные вещи, ну, как бы, опять же, для каких-то процессов это необязательно, для каких-то необязательно. Все, что касается агрегации, разагрегации, вот, и формирование новых штрихтовок уже для тарной упаковки. Значит, теперь, что касается примеров настроек, как это выглядит в нашей ОМС-системе, вот, там и далее. Будет несколько принтскринов, которые демонстрируют основную логику, с помощью которой это настраивается, вот, и, ну, собственно, принципы, какие-то данные хранятся. Значит, первое необходимо, это определить, ну, на уровне уже стволской модели лейтената. Модель учета — это, по сути, некая такая глобальная настройка для товаров, которые обрабатываются по общим признакам. Для нее необходимо определиться с тем, что по продукции данной модели ведется учет по серийным номерам акций замки и, собственно, общая настройка. Далее мы фиксируем, в рамках каких операций это может выполняться, то есть это либо учет при поступлении, либо это учет при отгрузке, либо, соответственно, комбинация тех или иных их учетов. И здесь же задается структура серийного номера, то есть в данном случае я настроил структуру как раз-таки по алгоритму расхода JS1. Мы можем указать стандарт штрих-кода, то есть, соответственно, стандарт штрих-кода DataMatrix, но в данном случае необходимо, чтобы мобильное устройство как раз-таки возвращало корректный тип штрих-кода. Вот, с помощью этого мы сможем избежать ситуации, когда сотруднику нужно сканировать там, условно, контрольный дефекционный знак, а он вместо этого сканирует обычный штрих-код ЯН-13, то есть, либо какое-то другое. Вот, в качестве типа объекта как раз-таки используются объекты серийные номера, ну и настраивается, собственно, перечень полей из стандартного вот этого вот набора полей JS1. Вот, в верхней части слайда приведем, собственно, ну, тот список, который влез на экран френдскрина, там, на самом деле, этих полей может быть больше. Ну, вот базовая логика – это секция 0.1, то есть, это, соответственно, идентификатор товара, и это секция 21, то есть, это, соответственно, серийный номер. Вот, секция 10 – это номер партии, секция 11, секция 12 – это, соответственно, дата производства, дата срока годности. Вот, остальные секции, они, как бы, на текущий момент не используются, не додействуются. Соответственно, с помощью вот такой вот логики мы настраиваем структуру разбора и, собственно, те объекты, для которых это печатается. Вот, и еще один момент, то есть, вот эта вот необходимость запроса контроля натипляционного знака, она может еще дополнительно определяться для партии, ну, либо для серийной номерлатуры. То есть, если у нас одновременно на остатках есть старые партии, которые не маркированы и новые партии, которые маркированы, мы можем вот этой вот дополнительной настройки для партии, ну, то есть, разделение старых и новых партий, можем логику процессов менять для, собственно, одного и того же товара, для одного и того же эскайл. Значит, теперь, что касается блокировки и движений. Соответственно, как я уже говорил, вот эти вот данные, они фиксируются у нас в контексте документа и в контексте партии. То есть, данном случае, серийный номер в самом значении, вот это вот в квадратных скобочках F29, это и есть некое шаблонное значение, которым, точнее, замещается не считаемый символ. То есть, на стороне ВМС, как раз так как и него выполняем парсинг, как и для самым мужских кодов. Блокировка серийных номеров, она может выполняться также путем интеграции. Вот, если мы понимаем, что заблокирован какой-то контрольный, декорификационный знак, который у нас находится уже в собранном заказе, то на стороне складской системы мы можем инициировать, собственно, процедуру отмены отбора, которая будет подразумеваться в том, точнее, заключаться в том, что мы перемещаем на некое тарное место, где находятся те объекты, которые отгрузить нам нельзя, то есть акцепт по ним не пройден. И с помощью некого рабочего места происходит операция по исключению изъятия вот этих вот контрольных, декорификационных знаков из того места, соответственно, в котором он находится в текущем моменте. Вот, наверное, по основным настройкам это все. Вот, то есть главная наша цель, как раз таки, ну, цель этого вебинара рассказать, чем ВМС может здесь оперировать и рассказать, чем, соответственно, ну, то есть, какие вариации настроек здесь у нас могут быть. Вот, ну, а дальше уже выступает некая образовая специфика, то есть, как я уже говорил, для фармацевтики это работа еще из серии и со сроками годности. Вот, для прочих товарных групп, соответственно, в текущий момент такая, такие данные отсутствуют. Вот, надо понимать, что тенденция, они как бы в том, что в будущем, возможно, вот эта вот маркировка, она затронет все больше и больше количество товарных групп, и склад, как бы, и система должна быть готовой к тому, чтобы это обрабатывать и к тому, чтобы с этим корректно взаимодействовать. Вот, как я уже говорил, наш функционал в этом плане он развивается. Вот, в текущий момент у нас есть несколько, как бы, идущих, еще не завершенных проектов, в рамках которых мы этот функционал реализуем. Ну, соответственно, так как проекты еще не завершены, вот, все детали я вам раскрывать не буду. Вот, в будущем этот функционал планирует получать свое развитие, вот, вместе с теми нормативными актами, которые будут у нас выпускаться и это дело регулировать. Вот, по основным настройкам, ну, как бы, логике, я надеюсь, что максимально полно смог вам рассказать, хоть и за не очень большой промежуток времени. Вот, если у вас возникли какие-то вопросы, просьба задавать их, соответственно, вопросы к вебинарам, мы с радостью на них ответим. Вот, спасибо за внимание, ждем вопросов, мы, соответственно, можем прямо сейчас, если вы вопросы будете оперативно задавать, будем на них отвечать. Вот, если сейчас у вас вопросы, как бы, не созрели сразу быстро, вы можете отправить их нам куда? На почту. Отправите к нам на почту. А на какую? ОМ. Собачка. Сейчас говорить не буду, вот мы это вам перешли. Значит, требования к данным в системе и принтерам, этикеткам для нанесения кизы. Значит, здесь смотрите, какой момент. Мы сейчас исходим из того, что сама вот эта вот маркировка, она будет выполняться за рамками склада. То есть, в первую очередь, будет выполняться, производиться на производстве, вот, либо, соответственно, при там, ввозе продукции в пределах, ну, точнее, в пределах Российской Федерации. Если мы будем рассматривать процесс, что, собственно, эмиссия вот этих вот штрих-кодов и маркировка будет осуществляться прямо на складе, то требования, соответственно, не заключаются в том, чтобы эти штрих-коды были читаемы. То есть, мы часто используем те же зебровские принтеры для формирования QR-кодов для прочих талантных групп. То есть, я думаю, что более детально по оборудованию можно как-то отдельно будет что-то подготовить и обсудить. То есть, сейчас я, честно говоря, эти вопросы не задавался. Вот, требования к данным в системе, то есть, здесь, ну, тоже поясню. То есть, в первую очередь, мы можем, как бы, закладывать логику, что вот эти вот плановые контрольно-модификационные знаки и как раз-таки данные по вложениям в там SSCC, они будут приходить к вам как некий план поступления из корпоративной системы заказчика. Мы в данном случае еще можем верифицировать, а точно ли вам пришло, то, что нам заложено. Вот, либо второй вариант, когда эти данные не фиксируются в системе по факту. Вот, соответственно, хранятся там в разрезе документов и в разрезе складских объектов хранения и, наоборот, в обратную сторону передаются контрольно-информационные корпоративно-информационные системы. Если я не до конца ваш вопрос понял, то тоже тогда его на почту детализируйте. Значит, что касается остатков по KISM, в текущей логике в системе такой функционал не заложен, потому что, если мы будем его закладывать, то это потребует, собственно, фиксацию контрольно-инфикационных знаков при всех-всех-всех внутренних движениях товара. То есть мы исходим из того, что, допустим, при выполнении каких-нибудь операций, там, пополнения либо каких-то внутренних склонских перемещений мы в целом можем работать с заводским штурмикодом с ЯМ. Вот. И не как бы сканировать всю вложенность, которая в этой коробке находится. Следовательно, остатки там мы не храним, но пока как бы не очевидно, зачем мы должны их хранить. То есть мы эти данные фиксируем при поступлении, мы эти данные фиксируем при отгрузке. Вот. Если у вас как бы возникает реальная какая-то необходимость хранения остатков и понимания, что на каком месте находится, вы тоже можете более детально озвучить это требование к письме. Вот. Мы подумаем над ним. Значит, что касается распаковки SSCC. Здесь мы исходим из того, что у нас как бы на уровне интеграции интеграции и загрузки будут приходить на бурдамы, что есть SSCC, у него есть такое-то дерево кодов датаматрикс, которые в этом SSCC находятся. Вот. Дальше, на самом деле, процесс тоже может быть построен по-разному. Мы можем вообще не фиксировать само событие разагрегации распаковки на стороне ВМС. Мы просто передаем в рамках, допустим, исходящего потока той же упаковки конкретный датаматрикс, который мы отсканировали, и корпоративная система поймет, что так как он был изъят в статах ул-то SSCC, то здесь и разагрегация. Вот. Что касается отдельной процедуры именно за упаковки и агрегации на стороне склада, то пока этот функционал на уровне концепции, о нем я вам более детально пока не расскажу. Но мы знаем, что рано или поздно то, что похоже мы будем делать. Так. У меня вопрос. Как маркировать товар, который состоит из нескольких элементов? Вопрос интересный. Честно скажу, вот в контексте тех товарных групп, с которыми мы сталкивались на проектах, где используется маркировка, мы еще с таким не сталкивались. Если мы говорим о неком комплекте, то есть о сборном изделии, которое обладает спецификацией и состоит из каких-то дополнительных объектов, то по логике, наверное, маркироваться должен каждый элемент. Честно скажу, наверное, вопросом тут даже не к складской системе, а именно к позиции регулятора. На этот вопрос я затрудняюсь ответить. Значит, по поводу взаимодействия с RFID-системами. Но, насколько мне известно, вот все текущие пилотные и непилотные проекты, они все-таки не используют RFID для маркировки, но изначально, насколько я помню, там такая возможность тоже рассматриваться. Значит, для взаимодействия с RFID-системами в любом случае потребуется дополнительное оборудование, то есть это RFID-считыватели либо мобильные, либо стациональные какие-то ворота. Вот, потребуется некое ПО, то есть у нас есть используемый немножко в других проектах RFID-сервер как раз-таки для взаимодействия, но в складской логистике мы это используем не часто. Вот, пока как бы необходимости взаимодействия с RFID для маркировки у нас ее не было. Возможности такие есть, опять же, при грамотном подгоре оборудования и наличии, соответственно, RFID-меток на товаре. Так, вот еще один вопрос про комплекты. При формировании комплекта должно быть инициировано выбытие комплектующих и оприходование кискомплекта. Ну, вообще, да, но, как я уже говорил, мы на текущий момент не сталкивались, не реализовывали логику учета контрольно-динфекционных знаков именно при работе с комплектами. Если у вас есть какие-то примеры из жизни, где необходимо это использовать, присылайте на почту, подумаем, ответим. Но по логике, как бы, да, если мы понимаем, что у нас и комплектующие фиксируются и, точнее, снабжаются вот этими вот этницификаторами и сам комплект, то, когда мы работаем по внутреннему заказу, то есть, некая комплектация номенклатуры, которая производит списание комплектующих приходов и комплектов, то это также должно у нас в системе зафиксироваться. Да, omsobakaxelot.ru это все верно, это адрес, куда можно присылать вопросы. Наверное, вопросы пошли по второму кругу. А, вот, нет. В случае повреждения кейза можете ли вы сгенерить этот matrix-код, чтобы отмаркировать упаковку товара? Разрешено ли это законодательно? Вот, по поводу разрешено ли это законодательно, честно скажу, не знаю, потому что, насколько я понимаю, эмиссия вот этого кода, она все-таки должна происходить там, ну, с регистрацией его. Вот, чисто технически дубликат кода, который, по сути, будет включать то же значение, которое уже внесено в коробку, из WMS можно распечатать, то есть, это будет обычный структурный штрих-код, который будет включать тот набор данных. Вот, другой вопрос с разрешением. Нужно ли маркировать остатки на 1 июля? Здесь надо понимать, по какой отрасли вы говорите. То есть, полагаю, наверное, вопрос про обувь, если это 1 июля. Тогда тоже ответьте, пожалуйста. Какую информацию должен будет содержать данный кейс? Значит, ну, из текущего понимания, для ШИН, в текущий момент пока еще эти данные согласовываются, там должен быть закодирован, собственно, либо государственный идентификатор, либо национальный идентификатор, еще тоже конца ясности нету, и, соответственно, экземпляр самого серийного номера. В случае с лекарственными средствами, там еще дополнительно серия номенклатуры, это дату производства, вот, или дата окончания срока годности. Но, самое главное, это, собственно, идентификатор товара, то есть, секция 01, и это серийный номер, то есть, это секция 21. Вот. Есть ли обратный акцент? Ну, собственно, если мы под обратным акцентом подразумеваем то, что мы не работаем с плановыми данными, которые приходят к нам из корпоративной системы, по сути, сами по факту фиксируем те кизы, которые к нам пришли от контрагента, и передаем эти данные в корпоративную систему, которые в свою очередь уже отправляют данные регулятору, туда. Вот. На тему того, собираются ли крупные дистрибьюторы работать по той или иной схеме, затрудняюсь ответить, вот, мы все-таки по системной функциональности больше, а не по тому, как это будет регулироваться. Потому что, ну, на текущий момент эти вот методические указания, они постоянно актуализируются. Вот. Возможно, какие-то изменения. Да, идеология похожа на акцизную наклейку на бутылке, на самом деле. Только здесь есть нюанс, что вот этот штрих-код DataMatrix, он может заменить штрих-код на бутылке, потому что он является собой как структурный штрих-код, так и по JT, но мы можем определить, что это за самоское объект хранения. То есть, тут немного по-другому получается. Вот. Да, без нее нельзя отгрузить, но пока еще нету, как бы, обязательного вот этого вот онлайн-заимодействия, то есть, там до нескольких дней можно проходить срок подачи данных, поэтому проверка, как бы, на стороне склада, а можно ли отгружать или нельзя до получения подтверждения, вот это пока тоже вопрос открытый. Будет ли включен функционал по блокировке в базу поставки X5? Значит, то, что сейчас делается вот, как бы, по вот этим проектам, это делается в рамках типовой поставки, то есть, соответственно, функционал будет расширяться, чем, как бы, больше проекта какой-то специфики у нас будет, вот, чем, тем больше моментов мы будем нарабатывать. Вот, пока, как бы, концепция заключается в том, что это делается как раз-таки в базовой поставке. То есть, если вас интересует участие, как бы, и работа с маркировкой, то здесь логичнее выбирать именно X5, а не предыдущего MS4, потому что, если, как бы, там дорабатывать эти функции, то это уже будет какая-то кастомная заказная разработка. Вот, здесь, ну, как бы, все уже обсуждается в рамках проекта. Значит, в какой момент отправлять данные регулятора до отправки заказа клиента, чтобы проверить допустимость отгрузки. Как бы, если мы хотим проверить именно допустимость отгрузки на уровне складской системы и временно заблокировать заказ для акцепта, то, да, ну, в текущих реалиях, когда обмен может быть не совсем онлайн и не совсем оперативен, есть, возможно, некие вариации. Но, я думаю, что стремится все будет именно к вот такой вот схеме, когда мы выполнили, допустим, упаковку, зафиксировали контрольно-депликационные знаки, передали эти данные в корпоративную систему, корпоративная система быстро обменялась системой регулятора и, соответственно, отправила некий акцепт, либо блокировку на сторону склада. То есть, если мы будем понимать, что этот процесс занимает несколько минут, то это можно будет использовать применимы только в рознице или B2B тоже планируется. Но, насколько я понимаю, с точки зрения законодательства, любая передача товара от одного юридического лица к другому юридическому лицу, она должна будет сопровождаться отчетом по, собственно, набору вот этих контрольно-депликационных знаков. То есть, в рознице, ну, соответственно, это будет фиксироваться там непосредственно уже на кассовых терминалах, но при перемещении там с одного дистрибьюторского склада на другой, если идет передача прав собственности, то, если я не ошибаюсь, тоже необходимо будет туда запрашивать и фиксировать. Если там закодирован GTIN, этот код един для всех участников, означает ли это, что это упростит создание электронных накладных между клиентами? Но, если мы говорим о том, что это GTIN это реально глобальный идентификатор, то да. Но, опять же, формирование электронных накладных и электронных документов и оборот, это немного не по ВМС тематике, но, с другой стороны, корпоративная система тоже может использовать вот эти данные. Здесь, на самом деле, еще нюанс, он состоит в первоначальной загрузке и нормализации справочников, потому что нужно будет сделать некий мэппинг между вот этими глобальными идентификаторами и той нормативкой, которая у каждого заказчика, естественно, может отличаться, потому что справочники ведутся в разных системах. Здесь надо обратиться к нормативным актам. Честно говоря, я слышал разные вещи, сейчас я могу немножко собрать, о том, что эти остатки нужно маркировать, о том, что допустимо реализовать старую продукцию с немаркированными, соответственно, коробками, маркировать только новую. но здесь опять же лучше к методическим образованиям обратиться. Я здесь могу не прав. Все, полагаю, тогда это был последний вопрос. Вот, если ну как бы что-то нужно будет с ошибкой означает, весь документ будет приостановлен, либо возможно продолжать продажи частями. на текущий момент на том проекте, где мы похожую логику закладывали, там идея была какая, что если один из GTIN'ов с ошибкой, то мы временно приостанавливаем работу с документом, при этом мы понимаем в какой коробке собственно у нас вот этот заблокированный GTIN находится. Если мы понимаем в какой коробке он у нас находится, то мы на вот эту коробку планируем отмену обора для инициации вот этого процесса так называемого разбора, перебора. Чисто технически нам как бы никто не помешает оставшейся коробке, по которым все окей, отгрузить. Здесь в любом случае должен быть некий процесс взаимодействия с корпоративной системой, потому что нам нужно будет скорректировать сначала заказ на вот это заблокированное количество до выяснения. Но я думаю, что это уже может решаться в зависимости от проекта. То есть если заказ большой, но может быть реально есть смысл его разделить на две части, то, почему акцепт пришел отгрузить, то, почему акцепта нет не отгружать. Спасибо вам большое за внимание, надеюсь, было интересно. Если какие-то вопросы вспомните еще раз omsobaka.ru в течение нескольких дней постараемся на них ответить и рассказать. Спасибо за внимание. Да, уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Также хотелось бы наполнить своих контактами. Лиля Аюпова, я менеджер по работе с клиентами. Мой добавочный номер 1075. Если вы хотите стать счастливым обладателем наших программных продуктов, обязательно обращайтесь. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...